В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева и в начале выпуска коротко об основных событиях. Жители деревни Калиновка присоединились к месячнику благоустройства. Нам это нравится. Нравится создавать красоту в нашем округе. Я думаю, что молодежь обязательно должна к этому присоединиться. В IT-кубе Лопатинской школы прошел турнир по робототехнике. Давайте найдем эту планету. Какая это будет планета? Ну, скорее ставим. Планета медицины. Выбирайте. Ой, Женя, я не знаю, конечно. Давайте. В Ленинском городском округе продолжают отмечать полувековой юбилей работы отрядов юных инспекторов дорожного движения. А самая главная задача у них – правильно научить наших участников дорожного движения безопасному поведению на дорогах. Весенняя уборка территории Ленинского городского округа продолжается. Сегодня субботник прошел в деревне Калиновка. Местные жители, общественники и сторонники партии «Единая Россия» навели порядок вокруг пруда. Подробнее в репортаже Юлия Пагасьян. Этот пруд в деревне Калиновка – центр притяжения местных жителей. Здесь находится храм и памятник участникам Великой Отечественной войны. Рядом расположены детская и спортивные площадки. Люди стараются поддерживать чистоту, поэтому на инициативу выйти на субботник откликнулись с радостью. В рамках проекта «Чистая страна» жители вместе со сторонниками и членами партии «Единая Россия» очистили территорию, убрали опавшие листья и сорняки. Общими усилиями собрано более 75 мешков мусора. Высажены кустарники и цветы. К субботнику подключились и представители молодой гвардии округа. Нам это нравится. Нравится создавать красоту в нашем округе. Я думаю, что молодежь обязательно должна к этому присоединиться. Я призываю всю молодежь, которая не состоит в молодой гвардии, обязательно помогать старшему поколению в субботниках. Присоединяйтесь. Чистая, уютная и красивая территория. Теперь людям куда приятнее будет здесь прогуливаться и наслаждаться теплыми днями. Также субботник стал поводом обсудить наболевшие вопросы жителей Калиновки. У нас ряд вопросов есть по уличной и дорожной сети. Соответственно, в ближайшее время здесь приедет техника, поправим золотаем ямы. Ну и, конечно, здесь в этом месте оно достаточно знаковое. Здесь у нас несколько детских площадок. Они в хорошем состоянии, но одна, спортивная, она требует уже, я бы сказал, капитального ремонта. Уже здесь полумерами мы не обойдемся, будем выходить на поправки, соответственно, чтобы сделать полноценную, хорошую, новую детскую спортивную площадку. Весенняя уборка территорий в самом разгаре. Со списком адресов и дат проведения субботников можно ознакомиться на сайте администрации Ленинского городского округа. Вместе сделаем наш муниципалитет еще красивее. Юлия Погосян, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ. В IT-кубе Лопатинской школы прошел турнир по робототехнике. В ходе него ребятам было необходимо собрать роботы и рассказать, какую планету он мог бы колонизировать. Послушала интересный рассказ и наша съемочная группа. С виду обычная игра в конструктор, но на самом деле здесь, в IT-кубе Лопатинской школы, проходит турнир по робототехнике. Он организован при участии молодой гвардии «Единой России». Суть турнира – это создание роботов, помощников, которых ребята заселят на свои планеты, дадут им название и расскажут, что они будут там делать, какую помощь они будут осуществлять людям. Тематика выбрана не случайно. Турнир приурочен ко дню космонавтики. В работе над созданием роботов ребята не сдерживали фантазию. А потому помощники человека на других планетах получились самые разные и с разнообразным функционалом – от уборки снега до лечения людей. Это всемогущий. Всемогущий, да. И они на планете медицина. На планете медицина. Давайте найдем эту планету. Какая это будет планета? Ну, скорее ставим. Планета медицина. Выбирайте. Ой, займите. Давайте. На планету медицина тоже. IT-куб на базе Лопатинской школы был открыт в сентябре 2020 года в рамках национального проекта «Цифровая образовательная среда». Среди прочих дисциплин здесь преподают и робототехнику. Стоит отметить, что в турнире приняли участие уже опытные роботостроители. Курс занятий робототехники рассчитан на один год. Но данные ребята занимаются уже второй год. Они начали еще с первого класса, сейчас они во втором классе. Им это нравится. Они захотели пройти курс снова. В этом турнире не было победителей и проигравших все ребята справились на отлично. Подобные состязания являются ценным дополнением образовательного процесса. Максим Козлов, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видное ТВ. В Ленинском городском округе продолжают отмечать полувековой юбилей работы отрядов юных инспекторов дорожного движения. В образовательных учреждениях муниципалитета проходят конкурсы, игры и занятия для детей, посвященные правилам безопасного поведения на проезжей части. Наша съемочная группа побывала на празднике в дошкольном отделении Бутовской школы номер один, где главными героями стали малыши-юидовцы. Дошкольное отделение Бутовской школы номер один – первое в округе, где организовали отряд самых юных инспекторов дорожного движения. А самая главная задача у них и у малышей, и у более взрослых ребят, ну и у нас инспекторов – это правильно научить наших участников дорожного движения безопасному поведению на дорогах. В отряде СЮИД 25 воспитанников группа в течение всего года изучала правила дорожного движения, участвовала в конкурсах и интеллектуальных играх в детском саду и мероприятиях округа. Стоит отметить, что именно ребята из Бутовской школы номер один принимали участие в открытии автогородка в Центральном парке. Это не входит в рабочую программу детского сада, это дополнительное образование детей, и оно ориентировано на все возрастные и психологические особенности дошкольного возраста. На празднике, посвященном 50-летию со дня основания ЮИД, малыши показали свои знания и продемонстрировали, что они грамотные и дисциплинированные пешеходы родителям и инспекторам ГИБДД. Мальчишки и девчонки участвовали в конкурсах, отгадывали загадки, пели песни и танцевали. Вместе с ребятами правила безопасности и азбуку дорожных знаков изучали сказочные персонажи. Мы очень долго готовились, репетировали, и наконец-таки поступил праздник, и мы старались. Старшие коллеги, юидовцы из отряда «Страж» Бутовской школы номер один, помогали малышам во всем. Малыши довольно умные, все знают, и особенно не приходится говорить им что-то, что они не знают еще. Я так рад, что сегодня пришли настоящие юидовцы. Я хочу, чтобы на дороге всегда было безопасно. И я, когда пойду в школу, тоже вырасту юным инспектором движения. В завершении встречи ребята пообещали быть внимательными, осторожными вблизи проезжей части и соблюдать правила дорожного движения. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Гульнара Балаева, Видное ТВ. Учащиеся школу номер 10 на отлично не только изучают школьные предметы, но и участвуют в жизни своего учебного заведения. Наша съемочная группа посетила «Бал звезд», который состоялся впервые. Слово Юлии Антоновой. Танцы, живопись, поэзия перенесли нас в атмосферу 19 века. Гости в вечерних нарядах звуки вальса завораживают. Сегодня первый раз мы организуем замечательное мероприятие. Это «Бал звезд». На «Бал звезд» приглашены наши лучшие выпускники. Мероприятие мы придумали всей школой, продумали. Мы хотели как-то в череде будней выделить и найти момент, когда мы выделим, поощрим, похвалим, познакомимся с нашими замечательными детками, которых достаточно много. Четыре пары участвуют в сегодняшнем вечере музыки и интеллекта. Десяти и одиннадцатиклассники изрядно потрудились. Репетировали танец, готовились к конкурсам, которых необходимо было показать свои знания. Я ученик одиннадцатого класса, поскольку это выпускной класс, был достаточно довольно непросто готовиться и совмещать репетиции, но мы смогли, готовы сейчас показать хороший уровень. В первую очередь хочется получить незабываемые эмоции, удовольствие и насладиться атмосферой бала. Сегодня будут проходить различные конкурсы по этикету, по живописи и в конце будет выбрана король и королева бала. За участников бала болели друзья и одноклассники, а помогли украсить этот вечер и другие талантливые ученики школы. Всем парам, участвующим в мероприятии, вручили именные грамоты. А королем и королевой бала стали ученики одиннадцатого класса Нерсес Юзбашан и Кристина Швец. Они получили не только титулы, но и короны фаворитов. Юлия Антонова, Сергей Ларин, Гульнара Балаева, Видное ТВ. Это вся информация на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Я и мои коллеги желаем вам только хороших новостей. Всего доброго и до свидания.